Пушкинская тропа По следам Александра Сергеевича Пушкина сможет пройти каждый. Совсем скоро. Сотрудники Большевиземского музея-заповедника уже приступили к воссозданию исторической тропы, которую раньше знал каждый местный житель. В первой половине 20 века здесь появились шоссе и железная дорога. Живописную дорожку от Везем до Захарова забыли почти навек. Устали от этого асфальта, устали от этой городской жизни. Чтобы они шли, любовались, чтобы они могли присесть на скамеечку, если они устали, указатели различные поставить. А любоваться здесь есть чем. На каждой остановке пешего маршрута своя атмосфера. Вот парк героев Великой Отечественной войны. По соседству фортифицированный овраг времен Бориса Годунова. Переходим дорогу и перед нами поле во всей его красе. Прошли еще чуть-чуть и мы уже на дне пруда, о котором, скорее всего, уже не помнят даже местные жители. Речка Веземка при Годунове была запружена таким каскадом прудов для хозяйственной деятельности. И одна из плотин осталась здесь. Ее остатки мы можем видеть. Это средневековое сложное гидротехническое сооружение. Благоустройство Пушкинской тропы в разгаре. Его проводят с минимальным вмешательством в природу. При этом предполагается, что преодолеть исторический маршрут смогут все, независимо от возраста и возможностей здоровья. Пока речку Веземку можно перейти по вот таким бетонным плитам, но совсем скоро здесь появится благоустроенный мостик. Мостик сделают и через речку Шараповку. Когда благоустройство Пушкинской тропы будет завершено, сотрудники музея-заповедника планируют приступить к созданию еще одного пешеходного маршрута. Он свяжет станцию Голицына и усадьбу в Веземах. Любители истории утверждают, там тоже будет чем полюбоваться.